Всем привет! Сегодня у нас 9 марта, суббота 2019 года. Зафиксируем этот момент в истории канала. Как вы знаете, по выходным я езжу на барахолки, на рынки и покупаю какие-то интересные различные предметы антиквариата. И сегодня не исключение. Итак, вы видите и я вижу эту десяточку. Когда я утром выходил с подъезда, то нашел ее возле подъезда. Вот такой маленький приятный бонус. Можно было, конечно, и больше потерять, но тоже хорошо. Итак, переходим к моим покупкам. Значит, значит, вот такие две медали. Первая. За оборону Кавказа. Состояние более или менее адекватное. Непошарпанное, незатасканное. Постараюсь сделать отдельный обзор и более досконально вам показать. И за боевые заслуги. Это у нас идет не номерная. Там номерная, там чуть подороже идет. По ценам, значит, на данный момент в Украине за оборону Кавказа где-то 300-400. И плюс она идет с удостоверением. Я его раскрывать не буду, так как там личные данные человека. И за боевые заслуги, если она с книжечкой, то можно попытаться где-то гривен 500 выставлять на продажу. Поэтому новички и подписчики моего канала берем на вооружение себе. Юбилейные медали. Целая коробчонка. Самая простенькая ветеран труда. Так, это у нас 60 лет вооруженных сил. 100 лет со дня рождения Ленина. Часто пенсионеры путают вот такие медали с орденом Ленина. Но все антиквары с этим сталкиваются, поэтому это нормальная картина. Я покупаю вот такие юбилейные медали. Цена их, конечно, небольшая. Если выставлять на продажу, где-то около 10 гривен. Ну, можно, конечно, и дороже выставлять, но вы не продадите. За 12 гривен. Поэтому их можно тоже подкупать. Если где-то до 5 гривен у вас получается их купить, то я вам рекомендую. Потому что они новые не появляются, а только убывают. Рано или поздно цена будет на них подниматься. И вот такие две штучки еще ветеран труда. Сейчас я вам покажу самую-самую изюминку всех моих покупок сегодня. Она лежит вот в этой коробочке. Итак, открываем. Это у нас знак. Судовой механик. Так вот мы откручиваемся. Состояние просто великолепное. Шикарнейшее. Такой можно уже со старту выставлять полторы тысячи гривен. Это только по Украине. Если выставлять на eBay, то ценник там будет дороже. Вы можете сами зайти и посмотреть. Я, к сожалению, был немножко занят, поэтому не успел. Но я думаю, там дороже. Как минимум в два раза будет. Состояние просто великолепнейшее. Вот в такие вещи можно инвестировать деньги, покупать. Будут у меня отдельные ролики на эту тему. Если вы даже получаете, по Украине там 5 или 8 тысяч гривен. Да, сейчас это небольшие деньги. На них сложно прожить. Но я все-таки настоятельно рекомендую делать такой депозит на старость в виде вот таких подобных каких-то предметов. Пускай даже вот такие недорогие медали. Там по 300, по 400 гривен. Потому что вы конкретно покупаете классные вещи. Они не сгорят, как деньги. Потому что, если раньше было действительно десятка, то сейчас замес десятки где-то вот так вот. 6-7 гривен где-то уже осталось. То есть инфляция кушает просто гривну. Это беда и в России, и в Украине. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание все-таки на старые предметы. Поэтому будем поднимать эту тему, этот вопрос, и более досконально все рассказывать, показывать вам. Вот с этим знаком мне, конечно, очень повезло. Шикарный просто. И вот такой еще легенький, обычный такой. Думаю, где-то на двадцатку затянет. Так, и вот здесь такая целая горка значков. Такой целый кулечек. Человек отдал за бесплатно. Вот эти все вещи я купил у одного человека на рынке. Я ему заплатил 1400 гривен. Зазор у меня остался, естественно. Если я все-таки надумаю выставлять на ebay, это как минимум все в два раза будет дороже стоить. Если у вас остались какие-то знаки на винтах, какие-то ромбики, училища военные, морские академии, награды, вы можете их на моем канале продать, проконсультироваться. Контактный телефон вы найдете под любым роликом на моем канале. От вас самое главное, это качественные фотографии ваших наград и значков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!